Всем здравствуйте! Сегодня мы приготовим груздянку. Это очень вкусный, ароматный, сытный, наваристый суп с солеными груздями. Для его приготовления нам понадобятся соленые грузди, картофель, репчатый лук, морковь, соль, лавровый лист, черный молотый перец, яйца, отваренные вкрутую, зелень, небольшой кусочек сливочного масла, сметана и немного растительного масла. Такой суп приготовить несложно. Для начала в кастрюлю наливаем 2 литра воды, кастрюлю ставим на плиту и доводим воду до кипения. Пока закипает вода, подготовим все продукты. Картофель нарезаем небольшими брусочками, миленько нарезаем лук. Морковь трем на крупной терке. Перед приготовлением грузди нужно промыть хорошенечко в холодной воде. Теперь часть грибов нарезаем кубиками. Примерно 1 четвертую часть грибов разминаем вилкой. У зелени отрываем листики. Миленько их нарезаем. Черешки не выбрасывайте, они нам еще пригодятся. Яйца разрезаем пополам. Все продукты подготовили, продолжим приготовление супа. К этому моменту у нас уже закипела вода. В кипящую воду опускаем картофель. И готовим его примерно 5-7 минут до полуготовности картофеля. Пока отваривается картофель, приготовим зажарку для супа. В сковороде разогреваем пару столовых ложек растительного масла и обжариваем лук до золотистого румяного цвета. Когда лук подрумянится, добавляем к нему морковь. И патируем ее вместе с луком примерно 1 минуту. Примерно через минуту, когда морковь обмякнет и масло окрасится в желтый цвет, выключаем огонь. Зажарка готова, снимаем ее пока с плиты. Когда картофель будет готов на половину, добавляем в суп черешки от зелени. Зажарку. Грибы, нарезанные кубиками. Измельченные грибы. Лавровый лист. И кусочек сливочного масла. Аккуратненько все это перемешиваем. И на среднем огне готовим суп еще 5-7 минут. Минут через 5-7, когда картофель будет полностью готов, вылавливаем из супа лавровый лист, черешки зелени. Суп солим и перчим по вкусу. Все хорошенечко перемешиваем. Выключаем огонь. Кастрюлю накрываем крышкой. И пусть суп потомится еще примерно минут 5-10. Минут через 10, когда суп хорошенечко настоится, раскладываем его по тарелкам. В каждую тарелочку добавляем ложку сметаны. Кладем половинку яйца. И посыпаем суп зеленью. Гражданка готова. С пылу жару можно подавать ее к столу. Я надеюсь, что вам понравится такой суп. А у меня на этом все. Всем приятного аппетита и пока-пока!